Итак, это виды посвящено травам, которые эффективны против коронавируса, потому что он набирает обороты уже в Италии, Швейцарии, Бразилии. Надо, в принципе, приглядеться, какие травмы могут быть эффективны. Вот посмотрим то, что предлагается это издание Daily Mail. И оно пишет о том, что сами китайцы вспоминают рецепты травяной медицины для того, чтобы побороть коронавирус. В этой статье мы видим название фитопрепарата этого. Поэтому в Китае, где фитотерапия является основной медициной и признана, используется широко фитотерапия. Итак, ключевые факты, которые мы знаем о вирусе. То, что коронавирус сходен с другими вирусными инфекциями, следовательно, и его клинические проявления также похожи. Это дает надежду и некое успокоение. Также важно то, что противовирусные препараты, которые есть в арсенале против гриппа, парагриппа и так далее, и они могут быть эффективны, и перекрестный эффект их позволит также справляться с коронавирусом. Кто особенно подвержен? Потому что мы часто слышим о том, что детский и пожилой возраст это уязвимые, соответственно, периоды жизни. Но также надо понимать, что это люди, у которых снижена иммунная защита. Это люди, которые получают специфическое лечение, допустим, при ревматических заболеваниях, также иммуносепрессивную терапию, также здесь эндокринные заболевания, аутоиммунные, диабет и много других заболеваний. Соответственно, это не только детский и пожилой возраст. Итак, ближе к делу, 4 группы фитопрепаратов, которые используются. Это иммуномодуляторы, они оптимизируют работу иммунной системы. Это иммуностимуляторы, они конкретно повышают иммунитет, причем достаточно большая между иммуномодуляторами и иммуностимуляторами разница, о которой сейчас я и буду говорить. Следующее, это противовирусные биологически активные вещества, которые содержатся в травах. И следующее, симптоматические фитопрепараты, которые снижают высокую интоксикацию при гриппе, при коронавирусе, соответственно, тоже. Которые снижают температуру, которые обладают отхаркивающими и прочими лечебными эффектами. Итак, иммуномодуляторы. Какая особенность именно травяных иммуномодуляторов? Она состоит в том, что необходим длительный срок для появления эффектов от иммуномодуляторов. Об этом забывают абсолютно врачи, которые говорят, что фитотерапия неэффективна, зачем она нужна. Ну, вот незнание, особенность того, что нужно длительный срок, допустим, адаптогенной травы. Примерно 2 месяца нужно, чтобы лимонник, радиола, железница, багульник, чтобы они иммунную систему, так сказать, подготовили, повысили неспецифическую резистентность. Также сюда относятся строгал, шерстистко-цветковый и перепончатый. Многие грибы обладают таким иммуномодулирующим действием. Рейш, трутовик, разноцветный, миитаки. И более того, иммуномодуляторы во время уже такой развернутой клинической температуры будет абсолютно неэффективной и даже противопоказанной. Вот повышенная температура. Никогда нельзя использовать адаптогены при повышенной температуре. Следующие иммуностимуляторы. Вот как раз вот эти травы, они при развернутой клинической картине, когда уже есть все симптомы, они могут использоваться. Особенно они будут хороши в начале, чтобы защититься от вирусной инфекции. Сюда входит эхиноцея, вайда красильная, чеснок в виде экстрактов, настойки и также в смеси с молоком, айурберническая лекарца, ункария мучительная, то же самое, что и кошачий коготь. Индивидуальная непереносимость может быть единственной причиной, по которой не используются иммуностимуляторы. Следующие противовирусные травы. И из них я особо хотел бы рассказать о ломатиум. Это лекарственное растение, которое находится в Северной Америке. Что примечательно, вот что примечательно, и особенно бросается в глаза, то, что во время эпидемии, пандемии испанки, именно ломатиум использовали индейцы, североамериканские. И вот эти зоны, где они использовали ломатиум в повседневной медицине и так далее, испанка до туда не дошла, то есть они не заболели. Это очень важный факт, который и сейчас нам может пригодиться. Следовательно, ломатиум имеет противовирусную активность. И, в принципе, это может быть как такой запасной и достаточно перспективный источник лекарства против вирусов. Конечно, это растение редкое, и очень немного производителей, которые поставляют ломатиум. Но, тем не менее, следующая трава – это бузина черная, солодка голая. Также известно, что солодка голая, она повышает чуть-чуть давление, но я всегда комбинирую солодку голую вместе с травами, которые снижают давление. Тогда вообще нет никакой опасности назначения солодки, и не надо бояться того, что она повышает давление. Поэтому и существуют вообще сборы фитопрепаратов, чтобы они компенсировали как бы недостатки друг к другу, и мы получали такой сбалансированный препарат. Особенность назначения противовирусной травы, конечно, более эффективного время начала заболевания, когда вирус только внедрился, начинаются клинические симптомы. Следующее – это симптоматические травы. То есть, когда уже повышена температура, может быть, спускается инфекция бронхи, вальвеолы, и возникают уже симптомы, переходящие пневмонию, тогда необходимы вот эти травы, как туласи, лист, плоды, малины, потому что они содержат салицилаты, также караивы, каросины. Для дезинтоксикации используется ортосифон, лисбериозы, для того, чтобы был отхаркивающий, да, такой эффект, если возникал кашель и так далее, мальва, алтей и так далее. То есть, полисахарит, содержащие травы, которые будут улучшать отделение мокроты, если она есть. Также у меня такая фишка, и мало кто знает об этом, что при высокой температуре можно использовать экстракт хинного дерева. В медицине известно, что при малярии используются препараты из хины, да, получаемые, потому что они снижают вот эту высокую температуру, когда течение болезни лихорадочное. То есть, очень тоже тонкий нюанс. Итак, используются в разгар заболевания для симптоматической терапии. Так, следующее, что хотел бы сказать, что коронавирус, конечно, с одной стороны, как бы пугает то, что он постепенно распространяется по мере, но с другой стороны, есть надежда на фитотерапию, которая разабатывается и в китайской медицине. Сейчас используется надежда на ломатиуму и надежда на противовирусные препараты, которые есть в арсенале. На этом всё. Если есть вопросы, буду благодарен, если вы будете задавать какие-то наводящие вопросы или критические замечания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова